Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Своё мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, сказать... Добрый день, добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете «Радио Народная волна» на частоте 14.30 М, 99.1 FM на нашем веб-сайте radio-nvc.com и на нашем YouTube-канале также Radio NVC. Ну что, все сегодня обсуждают, да не только сегодня, обсуждают итоги выборов и чем все это закончится. А мне вот тут Facebook напомнило стихотворение, которое приписывают... Я вообще тоже считал, что это стихотворение Высоцкий написал, но авторство оспаривается. А тем не менее, стихотворение довольно острое и злободневное. Написано оно было в 1978 году. Ну, вы наверняка его слышали. Это называется «Баллада о левых мальчиках». Новые левые мальчики, бравые, с красными флагами, буйная оравую, чем вас так манят с серпы до молоты? Может, подкурены вы и подколоты? Слушаю полубезумных ораторов, экспроприации, экспроприаторов. Вижу портреты над клубами пара, Мао, Дзержинский и Че Гевара. Милые педики красятся бабами, Шаш не заводят с друзьями-арабами, Лгут, лицемерят, бросаются фактами, Носится с Насаром и сарафатами. Лучше бы право же мальчики правые. Левая власть — это дело кровавое. Что же, валяйте затычками в дырках, Вам бы полгодика только в бутырках. Не суетитесь, мадам-переводчица, Я не спою, мне сегодня не хочется. И не надеюсь, что я переспорю их, Могу подарить лишь учебник истории. Злободневное стихотворение. 1978 год, а сегодня на дворе 2020. Более сорока лет прошло. Всё как в воду глядел автор. Ещё раз, не знаю, кто автор, Кому принадлежит авторство этих строк. Но стихотворение отражает Действительность сегодняшнего дня. Итак, что там сегодня происходит? Победу приписывают Байдену, Особенно в этих штатах, А включив их в Пенсильвании, Вот уже Байден опережает. Ну и по выкладкам, которые нам сегодня Даёт средства массовой информации, Байден набирает 270 голосов выборщиков. Я, честно говоря, не думаю, что это окончательно, Потому что поданы иски в разные суды. Естественно, суды местные, Контролируемые демократами, Так же, как и, собственно, Весь избирательный процесс, Контролируемый демократами в этих штатах, Не будут принимать эти иски, Последуют апелляционные апелляции. Не знаю, как отреагируют апелляционные суды. Дальше пойдёт дело в Верховный суд. Смогут ли члены Верховного суда Убедить председателя Робертса, Который, к сожалению, Занял совершенно левую позицию, Судя по последним делам, Примет он к рассмотрению Этот кейс или не примет. В общем, время покажет. Ну, а если примет, Каково будет решение Верховного суда? Вот ко мне подключился мой соведущий Олег Патлах. Привет. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Ещё раз хотел бы поздравить вашу радиостанцию. С 17-летием, да. Спасибо большое. Вот это событие, это действительно радостное событие. 17 лет. Хороший возраст. Бодрый. Хороший возраст, да. Где мои 17 лет, да? На большом карете. На большом карете, да. Простите, да, слушаем вас. По поводу сегодняшних событий. Вы знаете, у меня очень такое тяжёлое чувство, что страна медленно, но уверенно идёт к состоянию такой гражданской войны, и уже даже не холодному варианту, а вполне себе такому горячему. Хотелось бы, конечно, ошибиться, но большой очень скепсис на суды, потому что это не один штат, это шесть штатов, как минимум. И там вряд ли будут положительные какие-то решения по пересчёту или по фиксации вбросов. Но, знаете, такой момент ещё, вот, конечно, было бы удобнее это сказать в неполиткорректном ток-шоу, но почему-то все эти факты фальсификации, ну, как вот я вижу по всяким видеороликам и всем остальным, как-то с одной расовой стороны идут. Спасибо большое. Я не уверен насчёт гражданской войны, но то, что страна будет катиться неизвестно в каком направлении, вернее, известно в каком направлении она будет катиться в последующие четыре года, если всё-таки, не дай бог, случится то, чего мы так не хотим и чего мы боимся. Потому что суды штатов уже отклонили заявление Трампа, то есть теперь остаётся Верховный суд, и, честно говоря, я думаю, что ни к чему это не приведёт. Ну, будем надеяться на лучшее, вот, а пока что сегодня я посмотрел заявление Камалы Хэрис последней, то есть она ещё не вступила в должность вице-президента, но, тем не менее, она уже сказала, что будет открывать палестинское представительство в Вашингтоне, что политика в отношении Ирана будет меняться, то есть она уже, как говорится, показала курс направления внешней политики. И Байден об этом тоже заявлял, ни для кого это не секрет. Очень интересно, вчера я нарвался на видео, причём я его не видел нигде больше. Знаешь, обычно вот ты ходишь по этим сайтам, и ты видишь повторяющиеся ролики, а Байден был на каком-то, не знаю, что это за предприятие, я знаю, что все были в касках, и один рабочий задавал ему вопрос по поводу второй поправки Конституции оружия. Я видел. Видел, да? И тот буквально начал кричать на него, говорит, что ты глупости такие, говоришь, как говори, ну, это же ваши слова, вы же сказали насчёт того, что будете отбирать оружие, да сама Камала Хэрис заявляла. Давайте примем звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария. У меня тоже очень тяжёлое сердце. Я хотела спросить у вас, почему только один человек в Верховном суде решает принимать или не принимать к рассмотрению? Они же когда голосуют, голосуют все с равными условиями, как бы он не имеет два голоса, он имеет только один голос. Вот и посмотрим, как проголосуют. Вот, и ещё одно дело, я такое слышала, что, мол, ну, высказывался человек, на меди, что, мол, навряд ли удастся доказать, что выбрасывали вовлетение республиканские за Трампа и оставляли те, которые за Байдена. Вот как вы считаете, есть ли такие доказательства, смогут ли юристы Трампа это доказать. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, не просто доказательства, вот, ходят в видео по интернету, как заполняются бюллетни, уже там, где они просчитываются. Потом какое-то видео, какой-то звонок работника почты, который рассказывал, как они штамповали бюллетни, которые пришли после четвёртого числа, задним числом. Ну, есть эти ролики, есть эти, как говорится, evidence, но насколько они правдивы? Смогут ли их использовать против… Опять звонок, да? У нас масса звонков. Добрый день, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я был судьёй на выборах, и я был как-то наблюдателем на СНТ-болосном рынке, потому что сейчас происходит вот по почте. И знаете, чем… Очень большое отличие. И прав было на 100% прав Трамп, когда об этом говорил. Потому что когда, ну, обыкновенный выбор, вы понимаете, пришёл человек, он должен встречать подпись или его ID, вот, и есть физический человек. А когда приходят по почте, они открывают эти конверты, они не смотрят, какие подписи, какие что. А эти могли конверты прийти людям, которые умерли, их не подписали, или находятся в больнице, где не подписали. Вообще понятно, никто их, это, заполнял анкеты, непонятно. Они это не проверяются, ничего. Просто достаются анкеты и проводятся, если плюс. В этот раз очень большое количество сполов, вот, те, которые недействительны. У меня уже на участках больше там было по 10. Вы понимаете, что это только на двух участках, больше 10. И у нас, допустим, Чикаго, почти 5000 участков. Это получается почти 50 тысяч, которые недействительны. И в зависимости, как бы, куда бы проводить. Понимаете, как? Тут в какой степени такое провод, вы не представляете. Просто тех, кто даже не понимает, даже не понимает, о чем там говорится. Вот по поводу, вы себе не представляете. То есть я читал об этом, я видел документы какие-то, кем-то написан, но я лично держал в руках Беллот, который пришел моему отцу домой. Значит, пришло два Беллот на его имя и на имя человека, который продал ему кондоминиум 15 лет назад. Ну, что мне мешало взять и заполнить вот этот вот Беллот и отправить, и проголосовать там за кандидата, за которого я хочу голосовать? Я вам согласен. Плюс, что мешало детям, молодым и внукам, заполнять местных родителей, местных бабушек и дедушек? А что мешало мне прийти на избирательный участок и проголосовать за своего соседа, дядю Васю? Нет, вы не паровые, вы не паровые. Нет, в данном случае вы не паровые. Если вы придете, если у вас что-то не имеется ваше подпись, а там очень сложно, нужно, чтобы он слотом айди, потом спрашивал секюр, потом другие вещи, да, что чего не паровые, там должно быть очень много вещей. На участке, да. На участке, да. На участке, да. Спасибо. Если судья плохо работает, то да. Но если судья работает хорошо, он может любой проконтролировать не это. А тут идет сплошное. Значит, давайте я вам возражу, потому что за последние 4 года с прошлых выборов у меня подпись изменилась. И в этот раз я... Это будет превиженал баллот. Нет, нет, мы тогда спрашиваем айди. Совершенно верно. Ну вот смотрите, меня никто не спросил никакой айди, а когда я уже вышел оттуда, я только об этом подумал. Думаю, подожди, я же подписываюсь уже немножко по-другому. Ну, это судьи, это не работает хорошо. В принципе, мы имеем очень большой принцип. Можно даже... Мы имеем, если что, не имеется, а превыше на баллот. Понимаете? Ну вот опять же, это история, которую мне никто-то рассказал. Я еще вышел, мы с дочкой ходили, голосовали. Я говорю, подожди, смотри, ты знаешь, я подписал другую подписью, и никто ничего не обратил внимания. Спасибо большое за ваш звонок. Спасибо большое, да. Ну, в принципе, вы правы, да. Добрый день. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Спасибо за вашу передачу. Я хочу сказать, что после драки кулаками не машут, потому что это было ясно с самого начала, что мейл Вольтенко ни к чему хорошему не приведет. И у меня есть вопрос. Что могут сделать теперь лично с Трампом? И есть ли у него какой-то легальный способ избежать всего этого? И есть ли какая-то страна, где он может по большому счету скрыться? Вот такой вопрос у меня. А от чего скрываться? Ну, как скрываться? На нем, против него куча судебных процессов. В том числе и могут быть и за неуплату налогов и прочее. Так а почему ему скрываться? Ну, самое страшное, что может быть, значит, он заплатит штраф за то, что вовремя не уплатил налоги. Он же не убил кого-то. Он же не криминальный какой-то, не криминал. Вы, наверное, Трампа с Байденом попутали. Да, мы вас слушаем. Вы, наверное, попутали с Байденом. Добрый день. Добрый день, Сергей Олег. Здравствуйте. Вы Владимир Кейзин. Здравствуйте. Я вас скажу раньше в этом задании. Смогут ли адвокаты Трампа отвоевать? А у меня вопрос по-другому. Мажно хотят ли отвоевать? А? А вы помните историю, как проходился над Франком? А у Франком, которого потом выиграли. Владимир, Владимир, у вас что-то звук такой нечеткий. Сейчас, сейчас, попробую лучше. Сейчас лучше? Да, сейчас лучше стало. Пожалуйста. Я говорю, что вот вы задали вопрос, адвокаты смогут ли отвоевать. А я себе думаю, а захотят ли? Нет. Понимаете, о чем я говорю? Я, по сути, вы вспомните историю, как прошел сенат Алфранкен в 2012, в 2010 году. Да. Когда проголосовали уголовник. Там были лойеры, там подносили, подносили, внезапно нашедшиеся ящики с болотами. Да, да. И что республиканцы сожрали, облизнулись и ушли. Язык в задницу. Ну, я где-то с вами... Вот об этом я говорю, что, понимаете, даже мы сейчас считаем, что сенат остался республиканцами. Я с вами во многом согласен, относительно того, что республиканцы вообще оказались беззубыми во многих вопросах. И я считаю, должны были себя вести более... принимать более радикальные меры. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день, господа. Даже не знаю, назвать. Добрый день, не добрый день. Ну, что поделать. Ну, пятница уже хорошо. Я хочу поздравить наших демократов, которые голосовали за то, что они в одном ряду с Black Lives Matter, с Антифой, с Ираном, с Китаем, с Хамасом, с ПЛО. У них великолепная компания, великолепная. Понимаете? Они могут этим гордиться. Понимаете? Они могут этим гордиться. Я уверен, что Израиль, они ничего делать не смогут. Да, они опять палестинскую автономию поднимут на уровень. Израиль ничего. Обама 8 лет пытался что-то сделать, у него ничего не получилось. И этих ничего не получится. Но они прекрасно компании, пусть думают. Можут перечислять список. Абсолютно. И Шумер, и вся эта швали, и дряни, и мразь, и уголовники, и то, что у нас в Чикаго происходит. Вот они пусть гордятся, что они в одном ряду с ними. Я только очень надеюсь, я надеюсь, очень надеюсь на то, что в очередь после стран, после Туниса, после Объединенных Арабских Эмиратов, будут другие страны, которые уже без администрации Америки будут договариваться с Израилем на счет мира. А у меня сомнение на этот счет. А у меня сомнение на этот счет. Я думаю, что я надеюсь. Потому что политика, если, не дай бог, все-таки Байден зайдет в Белый дом, политика развернется на 180 градусов отношения Израиля. И я не думаю, что арабские страны также выстроятся в ряд для того, чтобы подписать соглашение с Израилем, в то время как администрация Соединенных Штатов будет проводить антиизраильскую политику. Ты знаешь, если бы они зависели экономически от Америки очень сильно, не знаю, с той нефтью, которая у них есть... А я тебе скажу, экономически будут зависеть очень сильно. Благодаря Трампу мы сейчас энергетически независимая страна. Правильно, так если будет Байден, он убил... Кстати, этот старый маразматик придет ненадолго. Он уже сказал, что он убьет энергетический сектор, он предупредил, но при этом, при всем, значит, мы должны будем нефть покупать. Совершенно верно. Получается, что им это на руку, арабам. Совершенно верно. Вот арабам все на руку, никуда не денешься, будешь покупать, и они будут диктовать тебе условия. Я говорил чисто про отношения с Израилем. Да, простите, пожалуйста, говорите. Ребята, я хочу спросить такой вопрос. Это вот, который Байден, это кажется, это вообще, это дискрейс к нашей стране. Это стыд и позор, если она, не дай бог, еще станет президентом. Ну, не в этом дело. Она все время говорила, что она пойдет в каждый дом и забирать оружие. Вы вообще, представляете эту ситуацию? Я уже был на юге, я работал несколько лет в Алабаме, я был в Теннесси. И вы пойдете сюда забирать оружие, это будет гражданская война с оружием в Руку. Это не будет, понимаете, это не те ребята, которые, особенно юг, понимаете, это даже, даже, вот я работал, когда в Алабаме, у нас один поработал здоровенный афроамериканец, не либерал, демократ, ненавидел Обама. Но, говорит, если вы тронете, говорит, кровь ваша белая прольется по всей Америке. Но он сказал, у нас, говорит, две вещи в Алабаме, это футбол, этот, как его, калыч футбол, у них сильнейшая команда, и оружие. Он приезжал на работу, у него было четыре пистолета. Он оставлял машину на заводе, нельзя, вот, понимаете? То есть, там это будет гражданская война. Вот, если они этого хотят, они это и получат. Я не думаю, что до этого дойдет. Я думаю, что то, о чем говорила Камара Хэрис в предвыборных дебатах, это был просто один из пунктов ее, как бы, избирательной кампании, чтобы какие-то дополнительные голоса получить от демократов. Но я не думаю, что она все-таки за это замахнется. Они всегда говорили, что... И не говорили, они всегда пытались ограничить вторую поправку местными законами, локальными правилами и так далее. Ты вспомнил, в Дирфилде, вон, хотели отобрать, и, тем не менее, суд и веносил Уверрут. Олег, спасибо большое. Да, спасибо большое. Спасибо, ребята. То есть, еще не все потеряно. Я все не попрошу. Надежда, надежда умирает последней всего дома. Наши не сдаются. Наши не сдаются. Все, давайте. Спасибо. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Я хочу сказать, я голосовала, и у меня тоже не спасили документ. Я заполнила только лист. Вы абсолютно правы. Так и дело. Спасибо большое за вашу данность. Еще раз повторяю, поскольку я 16 часов отсидел в избирательном участке в качестве судей и сам в этом разбирался. Значит, когда вы приходите, вы называете даже неполное имя, первые три буквы вашего имени, вашей фамилии. Если там выскакивает целый список аналогичных имен, тогда от вас попросят назвать адрес. Если с этим адресом выйдет несколько человек, тогда вас попросят ID. Но вообще подпись сверяется. Если подпись не сверилась, то тогда у вас начинают проверять ваши credentials. У меня к тебе вопрос. Ты там сидел с судьей, и ты знал, что фрод вот такой демократный дел. Ты не мог там несколько баллот подделать под нас? Нет, не мог сделать несколько баллот, потому что даже если бы я это сделал, то бы не имел ровным счетом никакого значения. Потому что фрод происходит не на избирательном участке, а там, где происходит фрод, об этом Трамп говорил на протяжении последнего года, предупреждал. Сделать ничего нельзя, потому что местные, вы же понимаете, это не федеральный закон о выборах, это локальные законы, штатные законы о выборах. Когда выборы уже шли, вдруг там Верховный суд Пенсильвании начал издавать свои законы. Суд издавать свои законы. То есть даже там у них есть законы, которые запрещали делать то, что эти сволочи делали. Верховный суд решил, что нет, все нормально. Понимаешь? Вдруг прекращали считать. В 4 часа утра прекратили считать в Вискансине, когда Трамп опережал там на несколько пунктов, на 5, по-моему. А следом подъехали машины и привезли 130 тысяч бюллетеней. Вдруг переставали считать. Вдруг я до 3 ночи наблюдал вчера за этими последними штатами. И вдруг в течение ночи появляются какие-то еще дополнительные несколько сотен тысяч голосов. Хотя по каунте оставалось, вот я между прочим взял и подсчитал каунт из Вискансине. И проголосовали уже 94%. И я посчитал, сколько людей проголосовало. Вдруг, значит, утром появляется еще 1%. И исходя из математических вычислений, должно было добавиться там, не знаю, 10 тысяч голосов, а добавилось 30. Ну вот что-то в этом духе. Я уже не помню цифры. И вот каждый раз я задавал себе вот этот вопрос один и тот же. Как это могло получиться? Почему цифры не соответствуют? Потому что они не соответствуют. Ну вот. А ты не мог подделать пару сот. Потому что не соответствуют. А, кстати, вот бюллетени военнослужащих, которые служат за рубежом, до сих пор еще не посчитаны и не получили. И где-то они пропали и исчезли. В общем, вопросов еще очень много. Поэтому... Давайте прервемся. Давайте. На пару минут. Да, выпустим пар. Ну что ж, возвращаемся в программу «Народная трибуна». И у нас телефонные звонки, если вы не возражаете. Мы не возражаем. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздно ночью, когда Байден выступил, своим выступлением, ну, ночью выборов, и сказал о том, что у него есть шансы победить в Джорджии, в пересевании. Я посмотрел, на тот момент Трамп вел в пересевании, значит, 14 очками впереди он был. И все подумали, что он сумасшедший, что куда он лезет, уже все, вот через полчаса и от Байдена ничего не останется. И я тут же вспомнил слова Хиллари, которые советовала Байден, ни в коем случае не сдавать и идти до конца. И вот то, что советовала Хиллари, это и произошло. А у меня вот такой интересный к вам вопрос. Вот для чего нужно были вот эти предварительные голосования проводить, когда уже эти по почте послали миллионы-миллионы фейковых этих бюллетеней? И вот для чего эти нужны были, потому что либо это надо было проводить, либо вообще не надо было предварительные голосования проводить. Как вы считаете? Да нет, по большому счету я считаю, что надо было проводить нормальное голосование без всяких... без этого mail-in. Это все было придумано с одной единственной целью – украсть выборы. Все, другого нет. В общем, я допускаю, что значительная часть населения, которое проголосовало по почте, проголосовали за Байдена, потому что вот эта массированная атака по устрашению коронавируса... По поводу ковида, чтобы посадили всех дома. Мало того, такие губернаторы, как Витмар и Куома, убили тысячи пожилых людей, просто буквально убили своими руками, своими распоряжениями, убили тысячи людей с тем, чтобы запугать население. И население запугали. И трусы проголосовали по почте. Одни боялись за свою жизнь, за свое здоровье, потому что ковидом их запугали. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю обрушивали всякие истории. Вот там человек умер, там умер, там столько-то умерло, там мотоциклист разбился на мотоцикле, а умер от ковида и так далее. А вот... Разбился на мотоцикле, это непридуманная история. Это у жены, сотрудницы, значит, у соседки разбился сын на мотоцикле. Записали ковид. Это не история от кого-то. Нет, это абсолютно... Это то, о чем я говорю. А то, что ты сказал, тысячи, значит, в Нью-Йорке более 12 тысяч человек в Нерсинг-Хоуме умерли. 12 тысяч. Только там. Куома убил в Нью-Йорке 12 тысяч человек. Куома. Лично, персонально убил в Нью-Йорке 12 тысяч пожилых людей. Поэтому не мудрено, что их запугали до полусмерти. А другие испугались райц вот этого боевого крыла демократической партии, которая устраивала погромы в городах. И они для себя решили, а может, действительно, если Байден станет президентом, все успокоится. Одним словом, страх сыграл свою роль. Нет ничего страшнее. Мы знаем историю. Мы знаем, что после 17-го года, в 17-м году, первыми, кого убивали и грабили, это были богатые, когда заходили к ним в дома и забирали все. Но об этом знаем мы. Американцы об этом не знают. И вот этот Хайлэм Парк, который проголосовал весь за Байдена и весь Нордшор вот этот, они не знают эти истории. Когда мы им начинаем рассказывать, они смеются и думают, ах, моя хата с края, нас не тронут. Еще как тронут. Есть две категории людей. Одни, которые извлекают уроки из истории, другие, которые не извлекают уроки из истории. И наступают на грабли второй раз. Вот те, кто голосовал за Байдена, они не знают истории или не извлекают из истории уроки. А вот те, за кого голосовали, я имею в виду демократов, они извлекают уроки из истории, они берут на вооружение приемы и действуют. Все повторяется. Давай с тобой даже... Они знают, как действовать, как воздействовать. Сережа, давай мы примем звонок. Одну секунду, давай с тобой... Сейчас мы обязательно примем этот звонок. Давай забудем про истории и посмотрим на то, что происходило с мая месяца, когда разграбили и сожгли города. Неужели это не открыло глаза вот этим вот людям, которые голосовали за Байдена? Неужели они не понимают, что все демократические штаты под демократическими губернаторами и демократическими мэрами, только там это случилось? И это не открыло им глаза и не перевернуло их мозги? Вот я об этой категории уже говорил. Это люди, которые испугались и решили, что если Байдена изберут, то тогда этого ничего не будет. А если изберут Трампа, то вот это опять повторится. И они для себя решили, мы лучше поступимся, но и проголосуем. И поставим на бекярде БЛМ табличку, и может быть нас не тронут. Совершенно верно. Добрый день, мы вас слушаем. Простите, что заставили ждать. Добрый день. Ничего страшного, это Женя обратил. Да, Женя. Знаете, ребята, я вот тоже нашим зрителям, вы подвели как раз к моему такому вопросу и тезису, что коммунисты с фашистами выигрывают только один раз. И навсегда. Да. Если кто-то думает, что их спасут красные штаты, то очень ненадолго это будет происходить отбирание власти по всему периметру шаг за шагом. Женя, проблема еще в том, что вот эти красные штаты, куда приезжают жители вот этих вот голубых, синих штатов из Калифорнии, приезжают и в Аризону, и в Техас, и в Айдахо, и они там голосуют за демократов, тем самым превращая эти красные штаты в синие штаты. Потому что я вот смотрю сейчас на Джорджию, на Пенсильванию, и они голубеют на карте. Вот, значит, да. Спасибо. Спасибо, Женя. Сейчас тут в комментариях все время принимает участие некто, некто MSH, он пишет, что неужели непонятно, люди так ненавидят Трампа, что готовы голосовать за черта. То есть вот, судя по его комментариям, он именно так ненавидит Трампа, что готов голосовать за черта. То есть эти люди, которые ненавидят Трампа, потеряли абсолютно ориентиры. Они не могут отличить добро от зла, от дьявола, от Всевышнего. То есть ненависть застилает глаза абсолютно. То есть когда мы... Ненависть это сильное чувство. Мы настолько были уверены, что все-таки здравомыслящих людей больше, но получилась в этот раз комбинация трех категорий избирателей. Демократы-республиканцы и те, которые просто ненавидят Трампа. И вот это вот сочетание демократов, вот этих Невер Трампа, получилось вот то, что получилось. Потому что, ты понимаешь, коалиция Трампа в этот раз превзошла все ожидания. Никогда в истории, в современной истории за республиканцев не голосовало такое количество меньшинств. Ты посмотри, афроамериканцы 13%, латинос, такого не было. И при всем при этом, оказывается, Трамп проиграл. Удивительно, удивительно. За него проголосовало на 4 или на 5 миллионов человек больше, и он проиграл. За Байдена, оказывается, проголосовало больше народу, чем в самый пик, в самый расцвет Обамы в 2008 году. Но кто в это может поверить? Обама, который собирал стадионы, перед которым падали Ниц, который приезжал в Германию, там все стонали, охали, вся страна на подъеме, мы не расисты, мы голосуем за Обаму. И вдруг за Байдена, который сидел в подвале, не вылазил из подвала, ну только редкие вылазки делал, проводил колоссальные ралли, где сидели в кругу, как Вия, вот в фильме Вия очерченном, сидели там 6-8 журналистов, и вдруг за него проголосовало невероятное количество людей. Рекордное, рекордное, не просто невероятное. Ну где логика, где логика? Он побил рекорд Обамы. С ума можно сойти, просто можно сойти с ума. Добрый день, Мавсус. Добрый день. Добрый день. Значит, я хочу в двух словах сказать, меня зовут Лена. Вы знаете, конечно, мы все предвидели то, что происходит, но я вспомнила фильм «Место встречи изменить нельзя», и там помните, как Конкин говорит, закон, если один раз подмять, второй раз, то это уже не закон. Так то, что сейчас происходит, но началось это, я говорю, я политикой не увлекаюсь, не интересуюсь, я просто вижу и слышу. И то, что происходило при Клинтоне, когда Клинтон был президентом, и когда его вызвали в Конгресс или в Сенат, где он там руку на Библию ложил по поводу Моники Левински. Я к чему это все веду? А человек, президент такой страны, вы его туда вызвали, ну как бы принудили дать клятву, мы все люди живые, и человек соврал. А где же импичмент был тогда? Вот такие моменты... Ну, Конгресс объявил ему импичмент, Сенат не поддержал. Сенат не поддержал. Вы абсолютно правы, к сожалению, закон нарушается однажды, постепенно, 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 это началось еще со времен, по-моему, Никсона и Кеннеди, когда Дели, наш старый Дели, не последний Дели, а отец Дели, когда успокоил Кеннеди и сказал, сколько тебе голосов надо, столько и напишем. И написали. И Никсон, по-моему, тогда сказал, что ну ладно, раз так решили, пусть так и будет. Она была тогда уже разбираться, судить, сажать и так далее. Тогда бы закон не нарушался. Спасибо большое за ваш звонок. То же самое происходит и сейчас, с этими, со строками, с Коми, с Клэпером, с Клинтоншей, с Байденами, которые трясли Украину, выкачивали из нее деньги, расплачивались с ними нашими деньгами. Ну, в общем, где находится ФБР, чем они занимаются, что они делают? Похоже, они занимаются тем, чтобы продвигать заговор против президента. Последние четыре года они этим занимались, последние три года. А последний год Кристофер Рей занимался тем, что покрывал преступления своих предшественников. Вот и все. К сожалению, самая сильная спецслужба на планете стала такой тайной полицией демократической партии. Вот во что все это превратилось. Не знаю, как господа либералы, так называемые, которые за свободу, за независимость, как они на это все смотрят и как они с этим живут. Добрый день. Добрый день. Сегодня с восьми часов утра Fox News передает постоянно о том, как Байден идет к успеху. Противно стало смотреть. Прямо вам скажу. Включил ваше радио и поймал на словах. Мы еще не сдаемся, еще не все пропало. Вкратце скажите, пожалуйста, на что еще можно надеяться. Большое спасибо. Спасибо большое за ваш звонок. Что касается Fox News, еще 3 ноября Fox News объявил в Аризоне победу Байдена. Fox News, к сожалению, Мердоки, дети, один из сыновей, который там заправляет теперь всем этим, там работает бывший сотрудник Байдена теперь на совете директоров, Райан, который ненавидит Трампа и так далее. Fox News, по-моему, переобулся в воздухе. За исключением некоторых ведущих. Такера, за исключением Хеннеди и Лора Инграм. Вот эти три часа можно смотреть. Все остальные братья, значит, переобулась в воздухе и работает против Трампа. Даже насколько я Дэйну Перина любил слушать, и то сегодня она уже... Так что ничего удивительного, поэтому последний, по-моему, рейтинг рекордный был 3 ноября. Там что-то 14 миллионов смотрели Fox News. Я думаю, что это последний раз, когда такое количество людей смотрит эту станцию. Сейчас появляются альтернативные источники телевизионные. И народ понял, что еще один CNN, еще один MSNBC. Это уже слишком много. Я думаю, что если Хеннеди или Такер уйдут на другие каналы, на такие, как вот Newsmax и Blastie и так далее. Это бесплатный будет или платный канал? Ну, это, скорее всего, платные каналы. На платные каналы и так будут подписываться. Они входят в пакеты некоторых этих нетворков. Ну, вот поэтому я и задал вопрос, а не... Ну, ДКФАКС Ньюс тоже, получается, в пакете. Ну, получается, да. Ну, он хотя бы входит в минимум эти 200. Да, добрый день. Да, добрый день. Добрый день. Вот я голосовал постоянно за республиканцев. Сейчас все. Сколько буду жить за них, не буду. Это не партия. Это конченая козлы. Демократы, это педики активные, а это педики пассивные. И пока не появится другая партия, если сейчас Трамп проиграл, и это самое, создать другую партию, в поламерике пойдет другую партию. А это не партия. Это одно и то же. Что республиканская, что демократия. Это две банды, как я раньше говорил. Спасибо. Ну, я вас должен расстроить. Не думаю, что появится еще какая-то третья партия. У нас огромное количество партий, на самом деле. На самом деле, да. Селеные, коммунисты, социалисты, консервативные, демократическая, республиканская, либертарианская. Партий достаточно. Ну, создать еще одну, я не знаю, если это выход. Единственное, что удалось Трампу, это несколько поменять и очистить партию изнутри. Вы помните, в 16-м году 43 конгрессмена сразу ушли на пенсию. Ну, он предупредил, что разворошит болото и демократическое, и республиканское. Поэтому очень многие, поэтому республиканцы и были против Трампа, и до сих пор против Трампа. Вот этот вот мазохист МСЭйч опять пишет, «Трамписты — это агония, берегите свое сердце». Ну, свое сердце беречь можно, наверное, нужно. Спасибо за совет, но это никакая не агония. Это нормальная реакция нормальных здравомыслящих людей на то беззаконие, которое перед нашими глазами. Или вам хотелось бы, чтобы мы замолчали и ни в коем случае не рассказывали о темных делишках кандидатов в президенты Джо Байдена? Или о чем вы? МСЭйч. МСЭйч. Слушай, МСЭйч. И сказал, что у них не подсчитано еще четверть миллиона голосов. Его спросили, кто в этих округах доминирует. И он деваться некуда, но ему сказал, «Трамп доминирует в этих округах». Так что, похоже, что все еще впереди. Надеетесь, есть надежда и большая. Абсолютно. Спасибо большое. Это еще раз говорит о том, что ФАКС, к сожалению, ФАКС-Ньюс в воздухе переобулся. Опозорили себя навеки. Объявив победу Байдена в Аризоне. Между прочим, когда мы сказали, что ФАКС-Ньюс, они посчитали Аризону заранее, то, между прочим, СНН не считал Аризону. И несмотря на то, что было 264 голоса у Байдена, СНН показывал всего лишь 253, чему я был очень удивлен. Но вот я сейчас смотрю на карту Аризоны, и я смотрю, что еще 4 каунти не проголосовало. Три из них розовые, а всего лишь одна голубая. Но в этой одной голубой население в несколько раз выше, чем в этих трех розовых. Поэтому... Так же, как если ты посмотришь на нашу карту, нашего штата... О, да, да. Ты увидишь... Я смотрел не один раз. Кук-каунти и еще один кусочек маленький. Все остальное это люди, которые работают, которые производят, и которые кормят тех ублюдков, которые сидят в этих кук-каунтиках. И которые уже сказали, что не хотели бы еще один штат организовать, чтобы отделить вот эту кук-каунти и сделать свой штат. Совершенно верно. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела вам сказать... Я смотрел не один раз. Алло, я могу говорить? Да, 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 мы вас слушаем. Я хочу вам сказать... Вы забыли о Джанин. Вы знаете, я не очень-то смотрю факс, я смотрю вечером только моих любимых тактеров. Вы совершенно правы, абсолютно. А на бизнесе есть лудап. Лудап. Вы имеете в виду джаджини? Джанин Пиро. Джанин Пиро. А, Джанин, да, да. Судья. Да, и потом я хочу вам сказать, что на бизнес, факс-бизнес, там есть такой лудап. Да, абсолютно правы. Замечательный. Абсолютно правы. Замечательный. Так что, понимаете... Еще раз, чтобы вы понимали. Есть кое-кто. Но я хочу сказать... Я... Говорите, говорите. Я еще хочу вам сказать, а где бар? Куда он спрятался? Ведь он не принимал ни участия, ни с дюремом, ни с этим... Так какого черта он полез на эту должность? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Хороший вопрос. А где он сейчас? Почему он не защищает своего президента? Да. Спасибо большое. Я понимаю ваше ощущение. Не можем ответить. Я не могу ответить на этот вопрос. Бар вообще в последнее время, я в нем разочаровался. Если честно говоря, точно так же, как и Линдзи Грэм почему-то в последнее время стих. Только один Джим Джордан, по-моему, воевал, вот так вот, знаешь, с копьями против витринных в мельнице. Вот то, о чем мы говорили, что сейчас, если, не дай бог, демократам все-таки удастся украсть эти выборы, в Белый дом заедут Кабалах, Камела, Камми Хэррис и Ланчбакс Джо Байден. Все расследования, которые велись дюромом, будут похерены, закрыты и так далее. И криминальный авторитет Джо, дядюшка Джо такой, нахрен уворить генерального прокурора и так далее, а то миллиард долларов не дам тебе. Вот этот вот негодяй, коррумпированный до мозга костей, будет управлять в этой стране. Про Байдена говорили только мы и Факс Ньюс, вот по вечерам. А кто о нем слышал, вот о его делишках? Мало того, что масс-медиа об этом молчала, причем так громко молчала об этом, так и соцсети заглушили все, что можно было заглушить. Я тебе скажу, что бездомный миллиардер. Мидии, левой мидии, надо отдать должное, они свою работу выполнили шикарно. Они 4 года людям промывали мозги и такие промыли. Вот промыли до того, вот если вы сейчас посмотрите на карту, вот вы можете посмотреть, насколько промыты мозги в Америке. Мы должны остановиться. Да. Сделать небольшой перерыв. Оставайтесь с нами, мы к вам вернемся скоро. Продолжаем нашу программу. Давай примем звонки, поскольку люди долго ждут на меня. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый. Я злой трампист, но давайте на минутку встанем на сторону демократов. Ими совершено столько преступлений, откровенных преступлений, и мне кажется, что сегодня им ничего не остается, как продолжать делать эти преступления. Иначе им грозит, ну, сами понимаете, что. Поэтому я очень боюсь, что играть с ними чистыми руками, надеяться на суды, видите, и тот же бар куда-то спрятался, я очень застроен. В общем, спасибо за ваш звонок и добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день еще раз. Линдзи Грэм передал вчера в фонд обороны Трампа, назовем его так, полмиллиона долларов. То же самое делают остальные. Вы понимаете, сейчас же конкурсмены и фенаторы, часть из них, заняты своей предвиженной компанией, не менее важной, чем все остальное. Вот. Предлагаю всем последовать примеру Линдзи Грэма перечислить на Дональд Трамп. Им сейчас понадобятся деньги, вы абсолютно правы. Им понадобятся большие деньги. Да, спасибо. Спасибо. Вот только что вычитал, что секретарь штата Джорджия сказал, что голоса будут пересчитывать. В Аризоне, в Джорджии будут пересчитывать. Да, он уже подтвердил. Добрый день, Сильвании. Да, добрый день, мы вас слушаем. Добрый день, вчера ваш ведущий сказал, Анатолий Павлович, что вот 4 года переживем как-то, а потом будет видно. Я не думаю, что 4 года этим только кончится. Так будет, может, скорее всего, это будет конец, это будет не один раз по 4 года. Сейчас на кону стоит не то, что судьба Америки, сейчас на кону стоит судьба всего мира. Поэтому люди вряд ли, то есть сейчас большинство все равно за Трампа. И если, я не думаю, что они смирятся с этим, когда их будут, когда эти уроды будут их как бы сделать, будут делать то, что они хотят с ними сделать. Потому что, если я так считаю, что если будут отбирать оружие, люди будут все-таки, они будут предпочитать умреть, защищая себя, свою семью, чем ждать, пока второй раз придут и посадят их в клетки. Поэтому здесь поднимали вопросы о гражданской войне, я думаю, что возможно это и выход, возможно это все идет к этому. Вот мое такое мнение. То есть люди уже думают не то, как жить, потому что вряд ли им придется долго жить, нормально существовать, как людям. Они думают, как достойно умереть. Вот мои мысли. Понятно. Спасибо. Ну вот Анатолий, когда сказал, что переживем 4 года, я вот тоже уже об этом думал и даже предполагал, что возможно придется жить под Байденом и Камалой. Теперь вопрос, насколько не убьют эту страну и насколько вот эти вот левые, которые за них голосовали, это увидят и наконец-то поймут, что нельзя для них заголосовать. Но в этом я тоже сомневаюсь. Не увидят и не поймут. И не поймут, потому что будут слушать те же самые СНН, которые будут им говорить, все хорошо, все замечательно, экономика растет, рабочие места добавляются, Байден самый лучший президент. Байден победил ковид и так далее. А когда избирали Обаму, тоже некоторые наивные головы полагали, что вот сейчас увидят, что он творит и сделают выводы. И хренушки, никаких выводов не сделали и проголосовали за него второй раз. Да. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я еще раз, прошло несколько дней, я хочу вас поздравить с 17-летием вашей института. И дай Бог, чтобы она продолжала, чтобы никто не запретил ее. Вот чего я боюсь. Ну, запретить, запретить, не знаю, смогу. Спасибо большое за пожелание. Нет, ну, я рассказывал эту историю в 2008 году, нет, в 2009, когда избрали Трампа, этого... Обаму. Обаму. Когда обсуждался Обама-Керр, а мы работали тогда на 12.40, и нас тупо вырубили из эфира и запустили музыку. Это хозяева итальяшки, мафиозники, которые владеют большой типографией, владеют этими станциями, вот там целая сеть, и которые потратили только в одном избирательном цикле. Это публичная... Я потом посмотрел, публичная информация, 100-тысячная избирательная кампания Обамки. Ну, соответственно, и менеджер станции у них такой же. Поэтому нас просто вырубили из эфира и все. Молча. Не объясняя причин. Welcome to USSR. Да. Добрый день. А ты думаешь, левые, они чем-то отличаются? Наши американские... Левые, они в Африке левые. Да, добрый день, мы вас слушаем. Али, добрый день, я еще раз позвонил. Это, знаете, я очень расстроен. Вот, ты одна из республиканской партии. Вот, мы уже до этого вполне в свое время разговаривали до Трампа, что нужно было менять. А сейчас она показала с той стороны, на самом деле, что она стала не партией республиканской, а стала партией какой-то непонятно какой, аморфной. Она всегда была партией аморфной в последнее время. И, к сожалению, некоторые... Вот Кинзингер, у нас есть такой Адам Кинзингер, молодой конгрессмен. Значит, Яху написала статью большую о том, что республиканцы отворачиваются от Трампа и приводит высказывания Кинзингера, который сказал, что, дескать, хватит уже фальшивую информацию о фальсификации выборов распространять. Нужно уже, так сказать, смириться и сложить оружие. Это сказал Кинзингер. Потом они приводят цитаты из Марка Рубио и Митта Ромни. Причем цитаты совершенно нейтральные. Что один, что другой заявил, что суд разберется. Если были фальсификации, подтвердятся факты, разберется. Но они, Яху, такие же проститутки, как и все остальные, приводят эти цитаты в поддержку якобы того, что все республиканцы отвернулись от Трампа. Ну, для вагиноголовых такая позиция сойдет. Ну, почему, да, услышать это кому-то, это как медный мед. Это фотографии, которые камни, которые, знаете, видели фотографии камни, которые в футболках? Это Байден, Хэррисон, вот. Все открылось, садится. Видели, да? Не видели? Нет, не видел. А я видел фотографию об этих футболках. В принципе, открылось, садится, за кого были наши ФБА и почему Трамп всех пообирал. Это первое. А второе, Барс за 2 октября ничего не говорит. Молчит. За 2 октября он молчит. Вот. И, ну, единственное, знаете, на что, Надежда? Я езжу много по Саборбам, туда в дальнем, вот, так называемых вылочек. Там целые вылочи, у них флаги американские и флаги Трампа. Понимаете, в нашем юмортическом стаде, и то люди, в принципе, огромные вылочи полностью за Трампа. Я не говорю о республиканских штатах, но эти люди, я думаю, люди, которые, наверное, поднимутся, и да. Это не новость, но... Если вы откроете штата, карту штата по Каунтис, вы увидите, что весь штат красный. Кроме вот этого маленького Кукаунти. Кроме Чикаго самого. И Лей Каунти, кстати. Кстати, в Лей Каунти там довольно половина была такая, что чуть-чуть, чуть-чуть не выиграли. Да, но там, между прочим, по-моему, 900 тысяч населения в Лей Каунти. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Олег, я буду с вами спорить, потому что через 4 года уже будет неважно. Очнулись вы, проснулись вы, раскрылись у вас глаза, что с вами случилось, это будет уже совершенно неважно. Машина фальсификации будет настолько отработана, что вы можете ходить на выборы или дома остаться. Ваш голос будет учтен правильно. А я не собираюсь с вами спорить. Я с вами согласен на 100%. Это я говорю о том, что многие надеялись на это. А я с вами, конечно, конечно, будет поздно. За 4 года эту страну можно так убить. Спасибо большое за ваш звонок. Спасибо, да. Другими словами, наши выборы, глядя на наши выборы, они все больше напоминают белорусский вариант выборов. Не совсем, но... Только как-то так более изощренные... Более демократические выборы, да. Да, то есть красиво оформленные. Да, да, более демократические. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Я сегодня утром не имел возможности посмотреть новости, поэтому у меня к вам вопрос. Аризона и все остальные штаты, где делалось это безобразие, будут пересчитаны или нет? Ну, госсекретарь Джорджи сказал, да, будут. И Аризона тоже сказал. Аризона я не видел подтверждения, но я слышал, что вроде собираются пересчитывать. Хотя, между прочим, в Аризоне, по-моему, еще 10% не подсчитали. А Пенсильвания и Мишиган? Пенсильвания пока пополам идет, но я не знаю, будет ли пересчет. По-моему, суд Пенсильвании ответил. В Пенсильвании сидит лево радикальное отребье, что генеральный прокурор, позорящий хорошую фамилию Шапира. Очень интересно... Хорошая фамилия Шапира. Очень интересно говорил... Позор еврейского народа, который заявил... Очень интересно говорил Руди Джулиани буквально пару дней назад. Он говорил, что я сам из Пенсильвании, я прекрасно знаю, что такое Пенсильванское болото. Это всегда было. Всегда, он говорит, да, это всегда было, всегда было, есть и будет. И, говорит, очень тяжело будет в Пенсильвании в этом году бороться. Там действительно, там и губернатор, и генеральный прокурор, и верховный судья. В общем, там собралась такая закоренелая банда лево радикального отребья, с которой бороться довольно сложно. Конечно же, они отвергли все юридические претензии, но дальше дело пойдет в апелляционный суд, дальше дойдет до верховного суда. И посмотрим, хотя на верховный суд, не знаю, посмотрим, не будем загадывать. Добрый день. Добрый день, господа. Поздравляю вас с вашим юбилеем, так держать. А вообще, мое предложение короткое. Да поменяйте вы эмблемы, потому что республиканцы оказались ослами, а демократы оказались слонами, которые в посудной лавке все крошат и все убивают. Больше ничего не надо делать. Окей. Ну, ваша ирония понятна, и где-то даже я с вами согласен. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Знаете, никакие пересчеты уже ничего не дадут. Вот так, как вчера показывали, что штампуют чистые конверты, там, 3 или 2 ноября. Поэтому это все ерунда. И тут, знаете, как надо сказать, последний умирает решимость. Вот если решат республиканцы идти до конца, до Верховного суда, то это нужно. Единственное, что сделать, это сделать новые выборы. Потому что по-другому ничего не получится. Сняли, сняли. Ни пересчеты ничего не дадут. Сняли у меня с языка. Я хотел только сказать, что нужно новые выборы. Да, а ничего другого не будет. Знаете, я вот тут часто выступал и был как Кафандра, всегда предсказывал плохое. Я просто хорошо знаю историю, знаю, как это все будет происходить дальше. Могу точно сказать, что если демократы захватывают власть, до конца января Верховный суд разбавляется необходимым количеством людей. Через полгода отменяется электоральный калыч. А через год еще начинается борьба за вторую поправку, которая, скорее всего, тоже будет отменена. Вот это я предсказываю в течение ближайших двух лет. Если демократы приходят в власть. Спасибо. Ну, отменить электоральный калыч, это, на самом деле, должно быть поправкой Конституции. Так же, как и вторая поправка, должна быть поправкой Конституции, хотя они будут ущемлять права местными и локальными законами. А как вам такой вариант, если Трамп объявляет, используя 12-ю поправку Конституции, объявляет выборы недействительными? А еще, если я не ошибаюсь, во всех четырех штатах спорных Нижнюю и Верхнюю палату местных законодательных органов контролируют республиканцы. Если к 14 декабря они не засертифицируют, 14 декабря они должны засертифицировать итоги и, так сказать, определить делегатов, которые поют. А если они этого не сделают, тогда демократы будут обращаться в суд, и это дойдет до Верховного суда. В общем, вариантов целая куча, поэтому все действительно будет зависеть от решимости президента, от действий республиканской партии. Если, конечно, такие, как Адам Кинзингер, вдруг преобладать будут в республиканской партии. И скажут, да ладно, хватит, главное мое место сохранить. Я тут прижился в Конгрессе, мне нравится, было время, когда я служил в армии, а теперь я в Конгрессе, и мне здесь очень нравится. И нахрен мне все ваши заморочки, мне пофигу, кто будет в Белом доме, кто будет что творить. Я буду свой голос продавать потихоньку лоббистам за тот или иной законопроект, который уж, конечно, не преследует интересы американца среднего, а преследует интересы специальной особой группы миллиардеров. Вот, и я буду сидеть себе в Конгрессе, потому что в моем штате живет огромное количество идиотов, полезных идиотов, бесполезных идиотов. И они будут за меня голосовать, потому что они в этом штате во многом не любят Трампа, некоторые просто ненавидят его всеми фибрами души. Я буду вот так периодически выступать, бросать им кость такую-такую, и они будут за меня голосовать. Я буду тепленько себе жить, получать 174 тысячи зарплаты, плюс все бенефиты, плюс страховку на всю семью и так далее, а еще пенсию пожизненно, а еще при этом буду делать свои грязные делишки, научусь, как зарабатывать бабки. Вот, научусь у Байдена отправлю. Когда, когда... Примерно такая позиция. Когда в марте месяце посадили всех домой и убрали всех с работ, и все сидели и ждали вот этой помощи материальной, а некоторые же... Очень многие же живут от зарплаты до зарплаты. Они были просто в ужасе, как они будут выживать. И тем не менее, вот, как ты сказал, они сидят в Конгрессе и получают зарплаты. Они не ходят на работу, а помню. Они ни черта не сделали за вот 4 года. Ну, как ты думаешь, разве он будет рисковать своим теплым креслом? Я, к сожалению, должен признать, что Адам Кинзингер не один такой в Конгрессе среди республиканцев. Вот то, о чем мы говорили, чтобы не... Знаешь, говорят, когда имеешь таких врагов, друзей и друзей... Когда имеешь таких друзей и врагов не надо. Да, добрый день. Извините, я еще раз. Я просто хочу посоветовать на YouTube послушать совершенно великолепный ролик Веллера, где он приводит конкретные примеры нарушения на выборах. И еще есть блогеры там всякие тоже. Приводят доскональные фотографии, видео, как нарушались выборы. Видел я, видел я фотографии, но, к сожалению, это ничего не изменило, по сути. Ничего. Добрый день, мы вас слушаем. Все. Наверное, последний звонок. Уже все, да. Отключились. Ну, что, подытожим. Подытожим то, что надежда остается. Ну, абсолютно надежда остается. Мало того, Сенат остается за республиканской партией. Да, мы очень надеемся, что все идиотские законы не будут приняты. Что гарантирует нам. Ну, если, конечно, не купят Мита Ромни и еще кого-нибудь с потрохами, и они не проголосуют за то, чтобы увеличить количество судей в Верховном суде. Ну, вдруг найдутся такие сенаторы, которые, ну, вот так, все будет зависеть от предложенной суммы. Но, в принципе, республиканский Сенат как бы является гарантией того, что Конституция будет соблюдена, традиции останутся, Верховный суд будет составить 9 человек и не позволит, ну, как-то так уж совсем перекроить страну, порядки, традиции. Ну, а к сладкой жизни там кто-то готовится. Ну, какие-то корпорации получат. Военно-промышленный комплекс может радоваться. Кстати, тоже противостоял Трампу. За ними огромные деньги, потому что эти бесконечные войны, которые мы ведем, это же все бабки, это все бабульки, это все денежки. Но, между прочим, не забывай, что Трамп не ввел нас ни в одну войну. Именно поэтому военно-промышленный комплекс стал его врагом. А вот Байден, Хэрис, эти люди, это людишки, это мелкие жулики. Одна просто левее левого, а другой просто выживший из ума жулик, который готов зарабатывать бабульки, будучи вторым лицом в государстве. Не такие уж мелкие жулики. Это позорище, какого страна еще не знала. И тем не менее, я не знаю, проголосовало за него 70 миллионов, 73 миллиона или нет, но вот те, кто за него проголосовал, это клеймо на вашей совести. Это клеймо на вашей совести. И как справедливо заметил наш радиослушатель Алекс, в хорошей вы компании оказались с Китаем, с Ираном, с Хамасом и так далее. Так что, друзья мои, действительно, хорошая, конечно, в кавычках, компания. Так что, как вы с этим будете жить? Впрочем, чего удивляться? Как говорил Райкин, поздравляю, вы чудно устроились. Спасибо, друзья. Ну, давайте так, давайте не будем заканчивать на траурной ноте, потому что все еще только начинается. Не спеши! Все еще только начинается. Да, в интересное время живем, товарищи. Всех благ! Субтитры подогнал «Симон»!